Финансовая отчетность Финансовая отчетность – самый важный документ любого бизнеса. В ней отображаются результаты деятельности всей команды, правильность выбранной стратегии. В этом выпуске ритейл-консультанта мы расскажем о том, какие основные финансовые показатели необходимо отслеживать в бизнесе торговых центров, почему финансовым менеджерам нужно знать, как работает бизнес, а не финансовым, уметь читать финансовую отчетность. Будя кодеящее бездеяльность, что финансовая информация является результатом деятельности компании. Можете качественную финансовую информацию, мы можем говорить про успешность работы компании и эффективность принятия решений менеджментом, сравнивать себя с конкурентами, то есть рынком, не только в среднем стране, а и с международными операторами. И, по-третье, это строить стратегию на будущее. Не может быть эффективной стратегии без цифр финансовой информации, финансового бэкграунда. Подготовка действительно хорошей финансовой отчетности – это искусство, которым владеет далеко не каждый финансист. Факторы, которые позволяют назвать финансовую отчетность хорошей – это аккуратность, точность, своевременность и корректность. Именно поэтому собственники бизнеса, топ-менеджеры, предпочитают получать от финансовых специалистов отчетность, подготовленную по управленческому отчету, а не дожидаться годовой отчетности, которая прошла аудит лишь по международным стандартам. С другой стороны, очень важно, чтобы финансисты, которые работают в офисе, понимали, что скрывается за теми цифрами, которые они видят на документах. Know your business – знай свой бизнес. Вот ключевой слоган хорошего финансиста. Без этого есть риск отразить неправильную транзакцию, принять суждение, которое повлияет потом на финансовую отчетность, некорректно. Поэтому для всех сотрудников финансового отдела в нашей компании является обязательным посещение наших объектов, которыми мы управляем, будь то торговый центр или бизнес-центр. Украинский рынок девелоперов торгового ретейла является достаточно закрытым по отношению к финансовой информации. Например, вы не найдете такую базовую информацию, как средняя ставка, обеспеченность по большинству ТРЦ Украины. Мы, как публичная компания, публикуем эти данные в наших проектах. Мы задаем тренды на рынок и закликаем до этого других операторов. В настоящее время любой топ-менеджер, функциональный руководитель, который не является финансистом, должен уметь анализировать финансовую отчетность своей компании, использовать ее как инструмент для принятия решений, а также понимать, как результат именно его работы и работы его департамента отражается потом в цифрах и в общей картине результата деятельности компании, где он работает. Именно поэтому очень важно повышать финансовую грамотность нефинансовых менеджеров. Например, в нашей компании мы проводим тренинг для нефинансовых руководителей основы по основам финансов В Арикано мы готовим управленческую звездность и финансовую звездность. Управленческая звездность готовится на месячной основе. Основными пользователями ее директори и менеджмент, который принимает сегодняшние решения. Финансовая звездность готовится на квартальной основе. Основными пользователями ее банки и инвесторы. Так как мы компания публичная, то наши акции котируются на альтернативном рынке Лондонской фондовой биржи, мы обязаны проходить огляд финансовой звездности на певречи и полноценный аудит по результатам года. До аудита заключается компания «Великой четверки» и международная компания «Зацінки нерухомостей». Есть отдельный блок бюджетования. Готируем достаточно детальный бюджет речный, который потом переглядается в процессе деятельности. Основное внимание мы дарим эффективности наших бизнес-процессов, их унификации, систематизации и автоматизации. Особенно с учетом того, что в нашем управлении находится значительный портфель объектов коммерческой недвижимости. Для себя мы выделяем наступные показатели. Первый очередь это НОАЙ, чистый операционный прибыль, средняя ставка, товарообъект на квадратный метр, отведенность, вакантность и активность в социальных мережах. В современном мире учетные системы перестают быть чисто бухгалтерскими. Теперь они содержат в себе огромное количество нефинансовой информации и показателей, которые могут анализировать и другие участники бизнес-процессов, не являясь финансистами. Для подготовки финансовой информации мы используем три программы. Это ОДНС, программа для трансформации известности, и BI-программа для визуализации данных. Все три программы автоматизированы, соответственно, наших потреб и остальных IT-технологий рынка. Сегодня инновации в сфере финансов определяют большую увагу визуализации данных. Мы поддержали этот тренд, и остальным из наших нововведений есть мобильный додаток, за помощью которого користувач может видеть показатели компании и их динамику. То есть, мучая смартфон, интернет и мобильный додаток, можно видеть показатели и их динамику в графическом виде. Отдельным кирпичиком, часто основополагающим в управлении бизнесом, является процесс бюджетирования. Однако тут очень важно соблюсти тонкую грань между необходимым уровнем планирования и процедур, и потребностями живого бизнеса, которые очень часто опережают любые горизонты планирования. Мы стараемся выискивать новые решения, в том числе Digital, которые могут помочь в повышении эффективности бизнес-процессов. Например, сейчас мы запускаем процесс электронного документа оборота с нашими арендаторами и поставщиками. То есть, это подписание электронных документов через электронную цифровую подпись. Хорошая финансовая отчетность должна быть точной, релевантной и своевременной. Управленческая отчетность используется топ-менеджерами для ежедневного принятия решений. Пользователями финансовой отчетности являются банки и инвесторы. Чтобы финансовая отчетность была корректной, важно, чтобы финансисты хорошо знали бизнес, в котором работают. Иначе существует риск неправильно отразить транзакцию в отчете. С другой стороны, нефинансовые руководители также должны свободно владеть искусством анализа отчетности, чтобы принимать правильные управленческие решения. Лидирующие компании работают над повышением эффективности процесса, в том числе рутинных. Внедряют электронные документы оборот и управленческие IT-системы, которые визуализируют важные данные в ежедневном режиме.